какой ты молодец солнышко пойдем быстрее ты все сам несешь доброе утро мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале мне очень приятно мне очень неожиданно что такая тематика точнее такой формат видео как влог самый обычный утренний который с утра у меня начинается сейчас девять часов утра плюс 5 градусов сегодня тепло сегодня я принарядилась на правах блогера я иногда получаю вот эту дубленочку от своего мужа это на самом деле не моя дубленка она мне очень нравится эта дубленка где очень много лет и я очень рада что мы являемся наша семья является обладательницей этой дубленки потому что это последняя коллекция которую сделал tom ford для дома гучи и это была очень красивая коллекция я очень страдала когда том ford ушел ушел с поста креативного дизайнера из дома гучи вообще с домом гучи у меня большая связь и любовь и то что происходит сейчас на самом деле я просто воспринимаю с какой-то потребительской болью потому что очень многие блогеры называют то что сейчас делают дом гучи фэшн трэш я совершенно точно и полностью согласна дорогие зрители благодаря магии монтажа я хотела вам рассказать как я как будто бы сегодня поехала выбирать очки но на самом деле это было вчера и я в общем-то являюсь блогером который за правду я считаю что проще рассказать правду чем придумывать ложь и потом тебя на ней поймать мне очень часто пишут что у меня лоб ботоксный потому что брови меня поднимается только на один сантиметр не больше и скоро я запишу видео не пропустите его я посмотрела интересное видео пластического хирурга где он рассказал о пяти упражнениях в фейсбилдинге которые могут привести к морщинам это в общем то то о чем я сама всегда говорила и предупреждала и отдельное видео я выпущу по поводу того с чем я согласна с чем я не согласна забегая вперед я могу сказать что я стопроцентно согласна с тем что сказал этот автор и я расскажу как я заформировала себе морщину и и к счастью не видно она есть вот здесь я очень очень стараюсь чтобы ее постоянно держать под контролем расслаблять посмотрите видео если вам интерес интересен вопрос лицевой гимнастики и того как хорошо и классно выглядеть и таким же образом себя ощущать это очень очень важно так вот благодаря магии монтажа я хотела рассказать в будущем времени как я поехал поеду выбирать очки на самом деле это произошло вчера вчера у меня закончилась просто вся память и я не смогла его время очистить а поехали мы сможем выбирать очки и на самом деле это в который раз история которая является подтверждением того что на шопинг нужно ходить в гордом одиночестве не брать с собой нелюбимую подругу нелюбимую маму нелюбимую сестру нелюбимого мужа которые вас также любят обладают возможно вкусом лучше чем у вас потому что очень важно действительно знаю что ты это хочешь понимая ощущая что ты это хочешь мне прислушиваться к мнению друг других людей которые могут сказать а вот в этом тебе лучше а вот здесь в общем-то и не так то хорошо и так произошло с этими очками я мужу показала съемку которую показывала вам где я и очки засняла и сама себя в очках засняла к сожалению удалила уже эти кадры здесь ставить не смогу и мужу моему не понравились эти очки он сказал фу-фу-фу нехорошо нехорошо мой муж очень любит такую классическую оправу на мне халя как фильме одри хэбберн тифани аля тифани вот такого оправа на мне любит а я люблю спортивные я много раз рассказывала что райбан была моя любимая марка из-за авиаторов потому что каждый год они выпускают авиаторы с новыми стёклами в новое праве обожаю райбан но мне очень давит райбан из-за того что у них стеклянные стекло стеклянные стекла до стекла бывают пластиковые и в основном они сейчас выпускаются из пластиков так вот они мне очень сильно давят и когда я снимаю во-первых не некрасивые сами по себе следы остаются утрых я теперь всегда должна снять свое лицо мое лицо должно быть готово к съемке эти следы конечно же портили некрасиво некрасивые следы портили мне визуальную мою же собственную картинку, и я отказалась от Райбан. И могу сказать, что найти хороший классный авиатор, который я нашла, очень сложно. Но муж мой сказал, нет, тебе не идут, не идут. И у меня, конечно же, как у хитрой женщины, я считаю себя хитрой женщиной, родился план Б. Я сказала своему мужу, ты мог бы посоветовать мне, ну вдруг тебе на мне понравится, можешь посоветовать, какие все-таки выбрать, либо не выбирать, не покупать. На самом деле я хотела создать не что иное, как иллюзию своего мужа, что он выбирает мне эти очки, что он разрешает мне их купить. И хочу сразу сказать, что мой муж не запрещает и не разрешает что-то мне купить. Я просто ставлю его в известность, очень часто с ним советуюсь, когда я действительно нуждаюсь в его совете. Но чтобы избежать ситуации, когда я что-то надеваю, а он ухает и ахает, ну как такое можно носить? Так же, кстати, было с этой моей обувью, которую я вам показала, про которую очень многие написали, цыганщина, цыганщина. Мой муж был такого же мнения на самом деле. И если бы я покупала эту обувь с ним, я бы никогда не стала обладательницей обуви, которая мне мега супер нравится. Я себя классно в ней чувствую и ощущаю. Это моя обувь, мне в ней, что называется, хорошо, комфортно и красиво я себя так чувствую. Так вот, я бы никогда эту обувь не купила, если бы он был рядом со мной, вот так же с этими очками. Но я подумала, что если вот эта иллюзия будет выбора, точнее того, что он выбирает мне эти очки, то, возможно, я стану обладательницей тех очков, которые ему не нравятся, а мне очень-очень. И что произошло в магазине? В магазине мы не смогли купить даже мне шнурок, потому что я хотела блестящий, красивый, с камнями. Я хотела себе золотую цепочку крупную. Ну, она, безусловно, была не золото, но фурнитура золотая. А мой муж хотел мне просто каучуковый черный шнурочек для очков. Сказал, что это будет красиво и незаметно. Я же хотела что-то очень-очень-очень яркое, как я люблю, блестящее. Просто потому, что это аксессуар. Я считаю, что аксессуары не таковыми должны быть. Вот такой черный, скромный, с бриллиантами. Извини? Вот такой черный, скромный, с бриллиантами. Нравится? Очки не красивые черные, круглые. Может, такой с бриллиантиками? Извини? Такой шнурочек с бриллиантиками. Ну что ж, в торговый центр я подъехала несколько раньше, чем мой муж. И хочу показать вам традиционные карнавальные сладости. На самом деле, они очень и очень похожи на наш хворост и напоминают наш хворост. И есть также другая карнавальная сладость. Я обязательно ее вам покажу. И на самом деле, это просто очень жирный, очень вкусный, посыпанный обильно сахаром, либо сахарной пудрой. Десерт, который всем знаком, либо многим моим зрителям знаком. Так уж точно с детства, потому что раньше хворост пекли, насколько я знаю, в семьях достаточно часто. Это, кстати, классическая заготовка для бульона. Лук, морковь, а как правило, идет также картофель. И небольшое количество сельдерея. А это закладка, уже готовая закладка для овощного супа. Я же сегодня на обед возьму вот такие шампиньоны. К счастью, они помыты, не всегда бывают. И это то, что я купила для салата, который буду делать сегодня. К которому присоединится также мой муж сегодня. И я, и мой муж будет есть салат. На самом деле, мой муж большой молодец. На все я потратила 8.20. Цена нашего обеда 8.20 на сегодня. На самом деле, мой муж большой молодец, потому что он 3 дня в неделю не ужинает. И 3 дня в неделю, это понедельник, вторник и среда, старается есть более легкую еду, которую готовлю я. Хочу сказать, что я просто влюбилась в спирулину. И советую вам попробовать этот продукт, если вы можете его купить. Во-первых, мы должны понимать, и скоро выйдет видео, что спирулина является так называемым суперфудом, суперпродуктом. И это очень полезный продукт. И потреблять его вот в таком порошкообразном составе, точнее покупать его в таком составе, будет обходиться вам гораздо дешевле, чем принимать уже готовый интегратор в капсулах. Потому что традиционно, что куркума, что любой другой интегратор в капсулах стоит дороже, потому что на производство капсулы уходят дополнительные средства. И могу сказать, что мне очень нравится спирулина в салате. Она, на мой взгляд, придает лучший вкус, а самое главное, лучшую консистенцию продукту. В магазине я купила также тофу. Не часто покупаю тофу, но сегодня купила и решила добавить в салат. Единственное, что мне показалось, что если я обжарю, это будет более вкусно. Но могу сказать, что мне не понравилось. Тофу становится очень и очень жестким. И, в общем-то, на мой взгляд, сырой тофу более приятен на вкус, чем обжаренный. Но обжаренный тофу понравился моим детям. Они подумали, что это обжаренный хлеб и съели его с удовольствием. Еду в Падую. Время примерно 11-15 утра. И посмотрите, какая неприятливая, некрасивая Падую. Прямо-таки каменные джунгли. Именно такое впечатление произвела на меня Падую. Когда я в первый раз оказалась в этом городе, я ехала по этой же дороге. Егорке было год и два. И мы первый раз на такси приехали в Падую. Сегодня я также зайду в магазин Hermes и отдам две свои сумки для того, чтобы на них поставили инициалы. И могу сразу сказать, что для меня было неожиданным сюрпризом и не очень приятным, что теперь место инициалов поменялось. И там, где я ставила раньше, ставить больше нельзя. А сейчас Hermes предлагает только три места, три точки на сумке. Причем для каждого вида изделия. Это, скажем так, свое выбранное заранее Hermes, домом Hermes место, где ты можешь поставить свои логотипы, либо какую-то дату. На одной сумке будет поставлено традиционно мои инициалы, а на другой сумке красной я решила сделать цифры 50 дробь 100. Я думаю, что многие зрители могут представить, почему именно эти цифры. Данечка был большой молодец. Очень часто каждого из детей мы поощряем чем-нибудь. И в данном случае Данечка выбрал съездить и поесть мороженое в разгар зимы. И мы отправляемся с ним в ближайшую пастичерию, в ближайшую джилотерию, где Данечка получит свое мороженое за то, что он был большой молодец. Итальянская джилотерия, по-русски мы бы сказали итальянская мороженица. Это, конечно же, место, где приятно находиться, но не всегда. Бывает настолько много посетителей, что прямо-таки не протолкнуться, ребенка не посадить, не всегда бывает чисто. Многие места уже достаточно липкие, потому что до этого там, по всей видимости, вкусно поели дети. Но могу сказать, что, возможно, потому что была зима, возможно, потому что мы нашли совершенно новое место, которое недавно открылись. Мы с удовольствием с Данечкой спокойно сели и спокойно поели свое мороженое. Ела ли мороженое я? Да, я ела мороженое. Я ела фисташковое мороженое. Это мое любимое мороженое. А у Данечки любимое мороженое клубничное. Он всегда хочет взять себе что-то другое, но в итоге останавливается на клубничном вкусе. В своих видео я часто говорю, и меня часто в комментариях спрашивают, как братья относятся друг к другу. Я могу сказать, что я очень рада и спокойна за своих детей. Уже сейчас могу сказать спокойно в будущем, потому что мы культивируем у них, как я называю, это доброе отношение друг к другу. Они всегда делятся. И Данечка вспомнил, что мороженое надо бы взять Егорке и Габрюшечке. И мы увезем с собой по одному шарику для каждого из его братьев, что было, кстати, крайне невыгодно. Было гораздо выгоднее и дешевле купить мороженое на развес. Таким образом, всегда оно обойдется дешевле, но мы выбираем по одной порции, нам ее упаковывают, закрывают. Мы привозим к радости братьев домой мороженое. Это очень неожиданно, потому что в Италии не принято есть мороженое зимой. Время примерно 4.20, и мы выходим, поев мороженое, мы возвращаемся домой, потому что достаточно прохладно, и Данечка сегодня решил не гулять. Обычно, если он хочет гулять, мы всегда останавливаемся на какой-то из площадок. Дома дети немного играют, немного отдыхают, и потом с Габрюшечкой, как правило, я делаю уроки, потом монтирую, ну и, в общем-то, потом готовлю ужин, и таким образом происходит вечер в кругу семьи. Это, кстати, Данечка радуется и рассказывает папе и Габрюшечке, который уже приехал, что он был большой молодец, и вот у него уже готовы штаны для того, чтобы он сам переоделся. И на самом деле Данечка очень повзрослел, он стал большим, самостоятельным. Многие вещи, которые раньше делал с моей помощью, либо при помощи папы или братьев, он теперь даже иногда с удовольствием делает сам. Что ж, дорогие зрители, на этом с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего настроения, хорошего дня, увидимся очень скоро. Всем пока-пока, и да, забегая вперед, могу сказать, что сегодня я отсняла очень красивый стрит-стайл. Сегодня было солнечно, сегодня было тепло, и стрит-стайл действительно порадовал. И я вообще думаю и предполагаю, и очень на это надеюсь, что теперь с каждым днем мои съемки будут все более и более эффективны, и стрит-стайл будет все более и более красивым. А здесь, кстати, я хотела показать, что я выбираю цвет лака. Меня часто спрашивают, какой лак мой любимый. Не тот, который нужно засвечивать лампой, а самый обычный лак для ногтей. Диего де ла Пальма, это мой любимый лак, как держится, как ложится, но те цвета, которые мне были нужны, два цвета я вам показала, их не было в наличии. Что ж, дорогие зрители, со всеми прощаюсь, всем хорошего настроения. Это была Яна Скворцова, всем пока-пока.